Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Кристина Ослина покинула проект на последнем ток-шоу. В сети появилась информация, что Андрей Черкасов после некоторых событий отказался от девушки. В последних своих эфирах Кристина с Андрея переметнулась на Иосифа Аганесяна. Она даже станцевала для парня зажигательный танец, к счастью, пока без раздевания. Новенькая же Алла Грибова в разговоре со своими подписчиками опровергает эти слухи. Она с Черкасовым, пишет Грибова, и у них все хорошо. Как вы помните, недавно к Майе Донцовой пришел новенький участник Максим Аринин. Он клубный фотограф и недавно переехал из Рязани в Москву. Максим Майе не понравился, но намерен ее добиваться. Юлия Ефременкова приболела, Сергей Кучеров порадовал девушку цветами. Ольге Бузовой очень нравится Лондон. Боже, я счастлива, пишет Бузова. Я мечтала побывать в Лондоне всю жизнь. Также Бузова начинает новое дело в сфере ресторанного бизнеса и доставки продуктов питания. Она открывает сеть фастфуда в Москве. Совладельцем ее фирмы и держателем большого процента акций является некий Карен Мелконян, вице-президент холдинга BCA Group. Некоторые предполагают, что Мелконян спонсирует не только бизнес, но и творчество начинающей певицы. Ольга Ветер дала интервью журналистам. Она призналась, как ей нелегко живется. Она пока не может работать в полную силу из-за того, что ее сын часто пропускает детский сад по состоянию здоровья. Ольга не может пока заселиться в квартиру, которую она выиграла в рамках проекта «Человек-года». Дом еще не был сдан строителями. Ей приходится снимать квартиру. «Я живу только на рекламу», – говорит Ветер. «И да, я не подавала на алименты». Ну а бывший муж Ольги, Глеб Жемчугов, утверждает, что он всегда готов поддержать близких ему людей финансами. Вслед за своей коллегой Верой Курочкой об участии в шоу задумался и другой сотрудник журнала «Дом-2» Антон Бикужев. Он сообщил, что пока все же не готов повторить опыт Веры, но не отрицает такой вероятности. И он интересуется, что же думают поклонники «Дома-2» на этот счет. Антон Гусев вымолил прощение у Вики Романец за измену. Он сделал ей предложение. Гусев дал интервью журналистам. Он рассказал, что готовился к этому событию несколько месяцев. Он просматривал сотни сайтов ювелирных салонов, объездил пол Москвы, чтобы подобрать идеальное кольцо для Вики. Ну и, конечно же, Романец сказала «Да». Вика и Антон планируют также обвенчаться. И сразу после венчания начнут работать над детьми. Гусев мечтает о дочке с голубыми глазами. Ваня Барзиков не скрывает, что он покинул проект ради Лизы Полыгаловой. Ребята вместе, они выкладывают совместные фото. Лиза поделилась радостью со своими подписчиками. Она, наконец-то, нашла и сняла квартиру и на днях переезжает в нее. Вика Комиссарова показала свою маму. Женщина выглядит молодо, ухоженной и аккуратной. И даже, как считают некоторые, лучше своей дочери. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok